Светлана Владимировна Поднимайтесь Я хотела выступать экспромтом, но, как это бывает у журналистов, задумалась, села и написала Поэтому, простите, я вам просто защиту текст, который я подготовила Здравствуйте Меня зовут Светлана и я журналист Я хочу сказать несколько слов про себя Я родилась в Пскове, закончила обычную городскую школу и затем исторический факультет Псковского тогда еще пединститута В журналистику я пришла случайно, вот буквально по объявлению Псковская губерния набирала тогда новый штат сотрудников и развесили листовочки об этом у нас на факультете Я решила попробовать, сразу поняла, что это мое и что именно этим я хочу заниматься Я сама через практику, через критику освоила эту профессию Я не просто выучила, а внутренне осознала и приняла принципы, по которым работает журналистика во всем мире Оказалось, что все просто Видеть общественно значимые темы, давать возможность высказаться всем сторонам, отделять мнения и факты Я научилась не замалчивать проблемы и анализировать происходящее, чтобы помогать аудитории понимать, что происходит Это обычная работа журналиста И когда я зачитывала на эхо Москвы в Пскове свою колонку после теракта в Архангельске Я выполняла обычную журналистскую работу Пыталась разобраться в произошедшем Пыталась понять, что толкнуло 17-летнего анархиста на преступление Жертвой которого в первую очередь стал он сам Понять это необходимо, чтобы подобное не происходило никогда и нигде Мотивы наших поступков определяют не только эмоциональное состояние, но и жизненный опыт Жизненный опыт архангельского террориста целиком и полностью сложился в 21 веке при путинском режиме Его взросление пришлось как раз на период закручивания гаек, когда начиналось болотное дело И десятки молодых людей получили реальные тюремные сроки по липовым полицейским протоколам Тогда общество это пропустило Так же как раньше пропустило разгром НТВ, дело ЮКОС, отмена губернаторских выборов и так далее и тому подобное Пространство свободы в нашей стране сжималось постепенно, медленно, но неуклонно Я и другие мои коллеги, независимые журналисты, писали об этом постоянно все эти годы, с сожалением отмечая, что общество, большинство нас не слышит И вот мы пришли к тому, к чему мы пришли Уголовные дела по картинкам во Вконтакте и реальные тюремные сроки за слова Мне грозит до 7 лет тюрьмы За то, что я просто делала свою работу Но как бы это ни было ужасно для меня лично, я продолжаю настаивать, что это не про меня история Не только про меня это история Это история про свободу слова в России Я убеждена, что нынешняя печальная ситуация с гражданскими правами Это результат в том числе недостаточной свободы слова Отсутствие открытых честных дискуссий по актуальным проблемам Давление только одного мнения Запрет на высказывание для неугодных Это все кирпичики в стенах нашей общей тюрьмы В том, что Россия за 30 лет после распада СССР так и не стала развитой демократии Виновны в том числе журналисты, которые изменили свои профессии Лживые ведущие федеральных телеканалов Трусливые корреспонденты, не способные задавать острые вопросы чиновникам Беспринципные медиа-менеджеры, готовые снять любой проблемный материал И опубликовать любую заказуху по требованию учредителя Самоцензура журналистов, государственных и муниципальных СМИ Прекрасно дополняла усилия властей по прижиманию свободы слова Я никого не обвиняю Я просто хочу сказать, что всегда старалась быть честным по отношению к принципам своей профессии Награду мне досталось уголовное дело и невероятная, поразительная волна поддержки со стороны коллег других настоящих журналистов Но мы не сможем спасти себя сами Нам нужна ваша помощь Наших читателей, зрителей и слушателей Помощь всего общества в целом Не только журналисты, но и все граждане России должны наконец увидеть, к чему ведет уничтожение свободы слова Я обычный человек, живу в обычной хрущевке Хожу в те же магазины, что и вы И ругаюсь на те же самые лужи и те же самые ямы на асфальте Копаюсь в грядках на даче и маринуя огурцы Еще совсем недавно я и представить не могла себя уголовнику Если пришли за мной, точно так же могут прийти и за вами Простите за этот пафос, но это так и есть И надежда только на солидарность Поэтому спасибо, что сегодня вы здесь Друзья, большое спасибо Я хочу завершить этот митинг тем главным словом, с которого мы его начали Это слово свобода Свобода, 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 спасибо Псковское яблоко Партия граждан за власть народа